Спасибо большое организаторам. Я очень рада новой встрече с друзьями и коллегами. Это еще и в таком замечательном месте. Я расскажу об усреднении нелокального оператора сверточного типа. Но иногда его еще называют нелокальным оператором Шрёдингера. Вот наш оператор. Действует он в L2RD, а со значком epsilon. Epsilon – малый положительный параметр. Оператор задается следующим выражением. И его можно переписать так. Представить в виде разности. Оператор умножения на быстро осциллирующий потенциал. Да еще и большой P от X делить на epsilon с коэффициентом epsilon в минус второй. Минус интегральный оператор вот с таким вот ядром. Ну, видно, что если μ равно единице, тождественно, то тогда это просто сверточное ядро. Значит, вот этот потенциал P, он задается таким выражением. И теперь условия на коэффициенты. Мы предполагаем, что коэффициент А – функция четная, неотрицательная. И из класса L1 в RD. Удобно просто нормировать коэффициент А, считать, что норма в L1 равна единице. И предполагается, что конечны первые четыре момента для коэффициента А. Теперь μ. μ – функция от двух переменных. Она периодична по каждой переменной относительно одной и той же решетки ZD. Далее μ симметрична. μ от x, y равно μ от y, x. И μ ограничена и положительно определена. При сделанных предположениях наш оператор самосопряжен, неотрицателен. Дальше выясняется, что нижний край спектра этого оператора – это точка 0. И оператор периодичен с решеткой εZ в степени D. Такой оператор возникает в моделях математической биологии и популяционной динамики. И ранее усреднение этого оператора изучали наши соавторы – Елена Жижина и Андрей Пятницкий. Да, работа совместная, наверное, я это забыла сказать. Работа совместная. Четыре автора нас – с Еленой Жижиной, Андреем Пятницким и Владимиром Слоущим. И вот Жижина и Пятницкий изучали этот оператор раньше с точки зрения теории усреднения. И они показали, что резольвента, вот такая ε плюс единица в минус первой, сильно сходится в L2 к резольвенте эффективного оператора с ноликом. При этом выяснилось, что эффективный оператор – это дифференциальный оператор второго порядка, эллиптический, дивергентного вида, с постоянной матрицей же с ноликом. То есть в этой задаче наблюдается такой интересный эффект. Оператор Аε – это ограниченный оператор, а предельный оператор А с ноликом – неограниченный эллиптический дифференциальный оператор. Да, заметим, что вот для этого результата о сильной сходимости на самом деле достаточно считать, что конечны только первые два момента коэффициента А от Х. Теперь давайте опишем эффективный оператор. Значит, нужно определить эффективную матрицу же с ноликом. И, как обычно в теории усреднения, ну, определение этой эффективной матрицы, оно нетривиальное. И оно дается в терминах решений некоторых вспомогательных задач. Вот они, вспомогательные задачи. Значит, давайте через омега обозначим единичный кубик. Это ячейка решетки ZD. И при каждом G от 1 до D рассмотрим ZD-периодическое решение вот такой задачи. Вот уравнение и условие, что V житая, ну, ортогонально константом, V2 омега, да, среднее значение V житого равно нулю. Оказывается, что такая задача имеет единственное периодическое решение. И вот в терминах этих решений и V житых определяется эффективная матрица. Удобно тут выделить множители 1, 2. И коэффициенты G и житые задаются вот такими двойными интегралами. И вот тут фигурирует V житая, V и это вот решение вспомогательных задач. А оказывается, что эта матрица же с ноликом, ну, как бы автоматически положительно определенная. Это на самом деле за счет уравнений для выжитых. Ну и эффективный оператор с ноликом, конечно, определяется на классе Соболева H2RD. И вот теперь наши основные результаты. Значит, мы занимаемся усреднением оператора АЭПСЛОН с точки зрения операторной сходимости. Мы показываем, что резольвента оператора АЭПСЛОН сходится к резольвенте эффективного оператора не только в сильном смысле, что было известно, А по операторной норме в ИЛЬ-2, и погрешность имеет точный порядок, оценка через СЭПСЛОН. Ну вот, насколько нам известно, это первый результат такого типа, где устанавливаются именно операторные оценки погрешности при усреднении нелокальных операторов. Так, замечание. Ну то, что оценка точна по порядку, я сказала уже, и в теореме 1 достаточно было бы считать, что конечные первые три момента коэффициента от Х. Так, вторая теорема. Мы получаем более точное приближение к резольвенте АЭПСЛОН уже с оценкой погрешности порядка ЭПСЛОН квадрат. И тогда вот к старшему члену, к резольвенте эффективного оператора надо добавить так называемый корректор. Значит, корректор тут – это сумма двух взаимно сопряженных операторов, и К от ЭПСЛОН представляется в таком виде, но это достаточно такой стандартный вид корректора, который знаком специалистам по усреднению дифференциальных операторов. И вот оказывается, что здесь тоже такой вид имеет корректор. Значит, корректор содержит резольвент у эффективного оператора, далее дифференцирование первого порядка, производные, ДЖТ, и умножение на быстро осценирующие множители. Вот это обозначение, ВЖТ со значком ЭПСЛОН от Х, это ВЖТ от Х делить на ЭПСЛОН. ВЖТ и те самые решения вспомогательных задач периодически. Кроме того, корректор содержит еще вспомогательный сглаживающий оператор, ПИЭПСЛОН, вот так он определяется. У со шляпкой – это фурье образ функции У, и выглядит так, что как будто мы берем обратное преобразование фурье, но мы интегрируем здесь не по всему РД, а вот по такому раздутому множеству омега с волной делить на ЭПСЛОН. Омега с волной – это куб от минус Пи до Пи в степени Д, который играет роль ячейки двойственной решетки. Ну вот таковы результаты, теперь давайте поговорим о методе. Мы опираемся на теоретико-операторный подход. Первоначально он был предложен в наших совместных работах с Михаилом Славановичем Бирманом, и мы с Бирманом изучали дифференциальные операторы второго порядка – самосопряженные эллиптические операторы. Подход основан на трех частях. Это масштабное преобразование, затем разложение периодического оператора в прямой интеграл, так называемая теория Флаке-Блоха, и основная часть третья – это вычисление нужных аппроксимаций в терминах пороговых характеристик оператора. Имеются в виду спектральные характеристики на краю спектра. И вот в этой третьей части для дифференциальных операторов мы опирались на аналитическую теорию возмущений. А для нелокального оператора, который мы сейчас изучаем, эти методы неприменимы, и поэтому нам пришлось довольно существенно модифицировать подход. Масштабное преобразование. Рассматривается унитарный оператор в L2RD, T-эпсилон, действующий по такой формуле. И наш оператор А-эпсилон с помощью масштабного преобразования превращается в оператор А с коэффициентом эпсилон минус второй. Оператор А уже не зависит от эпсилон, но он отвечает случаю, когда эпсилон с ноликом равно единице. Эффективный оператор удовлетворяет такому же соотношению с масштабным преобразованием. И тогда, если мы, допустим, хотим доказывать первую теорему, нам надо оценивать вот эту разность резольвент по операторной норме в L2, мы пользуемся этим тождеством. Значит, эта разность, она равна норме... Ну, норма разности равна норме разности вот этих резольвент. А плюс эпсилон квадрат И в минус первой, минус аналогичная резольвента для А с ноликом. Но тут мы имеем в запасе множители эпсилон в квадрате. И поэтому искомая оценка 5, оценка из теоремы 1, она равносильна вот этому неравенству номер 6. То есть вот для этой разности резольвент нам достаточно доказывать оценку порядка эпсилон в минус первой. Что мы, собственно, и будем делать. Так, теперь давайте посмотрим повнимательнее на наш оператор А. Это уже случай, когда эпсилон равно единице. Вот я его выписала. Также мы его перепишем, как прежде, в виде разности. Умножение на периодический потенциал P от X. P от X функция периодическая. Это следует из условий на коэффициенты. Минус B. Значит, оператор B – это интегральный оператор с ядром A от X минус Y на μ от XY. Из условий на коэффициенты следует, что вот этот потенциал P положительно определен. Это ограниченная функция из L-бесконечность. Значение зажатое между μ минус и μ плюс положительными константами. Норма интегрального оператора B оценивается, норма VL2, через μ плюс. Таким образом, оператор A получается самосопряженным и ограниченным, как я уже и ранее говорила. Это замечательное соотношение. Будем считать, что это лемма такая. Для квадратичной формы оператора A можно получить вот такое представление очень полезное. Оно получается за счет условий симметрии на коэффициенты. И вот из этого представления, поскольку A не отрицательный и μ вообще положительно определенный, явно видно, что оператор A не отрицателен. Так, давайте теперь мы сравним оператор A и оператор A с ноликом, отвечающий случаю μ равно 1. Здесь тогда просто от X минус Y. Вот, используя это представление для квадратичной формы, легко видеть, что оператор A зажат между μ минус А0 и μ плюс А0. А оператор А0 замечательен тем, что он диагонализуется просто преобразованием Фурье и превращается в оператор умножения на символ 1 минус А со шляпкой от XI. Значит, нетрудно сообразить, что область значения этого символа, 1 минус А со шляпкой от XI, содержит интервал 0,1 целиком. И таким образом этот интервал 0,1 содержится в спектре оператора А0. Поскольку оператор АА... И тогда, значит, мы делаем вывод, что нижний край спектра для А0 – это точка 0. Оператор не отрицателен, и спектр содержит отрезок 0,1. И вот из-за этих неравенств, что А... Ну вот для АА и А0 вот этих неравенств следует сразу, что и для оператора А нижний край спектра – это точка 0. Дальше вот мы переходим к теории Флаке-Блоха. Значит, оператор А периодичен. Но это надо понимать так, что он коммутирует с операторами сдвига на векторы целочисленной решетки. А раз так, то он, как и все периодические операторы, допускает разложение в прямой интеграл по операторам А от XI. Значит, оператор А унитарно эквивалентен прямому интегралу операторов А от XI. Унитарное преобразование, я здесь не выписала, это преобразование Гельфанда. Значит, параметр XI бегает по омега с волной. Это у нас вот эта ячейка двойственной решетки. Называется квазиимпульсом. Оператор А от XI, он уже действует в L2 омега на ячейке. Опять-таки, А от XI представляется в виде разности. В виде разности умножение на потенциал все тот же самый, P от X минус B от XI. Оператор B от XI интегральный, вот с таким ядром. И вот здесь возникает функция А с волной от XI X минус Y. Так вот, А с волной от XI Z задается этим выражением. Это как раз и есть преобразование Гельфанда от функции А, ну, с точностью до множителя, там, 2π в какой-то степени. Это оно. Хорошо. Теперь, что можно сказать про спектр оператора А от XI? Значит, умножение на, оператор умножения на потенциал. Ну, спектр этого оператора, это образ функции P от X, и всякое это находится на отрезке от μ минус до μ плюс, да? Вот где-то тут, может быть, и там непрерывный спектр. Не знаю, какой. Образ P от X. Но μ минус положительно. А вот оператор B от XI, вот этот интегральный, он компактен. И его добавление может привести только к появлению здесь левее μ минус собственных значений дискретного спектра. Вот такова структура спектра А от XI. Теперь, тоже лемма, для квадратичной формы оператора А от XI справедливо такое представление в виде двойного интеграла. И опять тут явно видно, что это интеграл от неотрицательной функции. Значит, оператор А от XI неотрицателен. И это представление опять позволяет нам сравнить оператор А от XI и оператор А с ноликом от XI, отвечающий случаю, когда μ равно единице. Вот снова такие неравенства. А от XI зажата между μ минус А0 от XI и μ плюс А0 от XI. А0 от XI уже совсем простой оператор. Это единичный минус B с ноликом от XI. А B с ноликом от XI – это чистая свертка с этим А с волной. И поэтому оператор А с ноликом от XI диагонализуется, но на этот раз дискретным преобразованием Фурье. И он превращается в оператор умножения на символ. Это оператор в L2 маленьком на ZD. Вот он, символ. И давайте обозначим этот символ с н и от XI и посмотрим на него внимательнее. Его можно представить в таком виде. Единица минус косинус от такого аргумента на АZ, интеграл по РД. И вот анализируя этот символ, его поведение, можно сделать всякие хорошие выводы. Значит, символ этот подперт снизу через XI в квадрате умножить на константу. Если мы выкинем значение N, равное 0, берем N из целочисленной решетки, минус 0, то этот символ и вовсе положительно определен. Если N равно 0 и XI равно 0, вот S0 от 0 – это 0. И отсюда вытекают свойства для оператора А0 от XI, которые мы превратили в умножение на этот символ дискретным преобразованием Фурье. Значит, оператор А0 от XI тоже подперт снизу через константу на XI квадратный единичный оператор. Ядро оператора А0 от 0 одномерно состоит из констант. И если мы возьмем функции ортогональные к константам, то оператор А0 от XI и вовсе положительно определен. Ну и тогда в силу вот этих вот наших двусторонних оценок мы получаем аналогичные свойства уже для интересующего нас оператора А от XI. Значит, он оценивается снизу через XI квадрат с константой на единичный. Ядро оператора А0 от 0 одномерно состоит из констант. На функциях ортогональных константам оператор положительно определен. Выводы, что нижний край спектра оператора А от 0, давайте я тут нарисую еще спектр А от 0, тоже тут какая-то непрерывная часть спектра, может быть, живущая на интервале от μ минус до μ плюс, тут какие-то собственные значения, и мы знаем, что вот нижнее собственное значение – это точка 0. λ0 равно 0. Расстояние от λ0 там до следующего собственного значения, до остального спектра обозначим d с 0, мы это d с 0 контролируем, явно знаем оценку для него. И тогда, что будет со спектром оператора А от кси? Ну, как бы А от 0 не возмущенный, а от кси возмущенный. При достаточно малом кси, вот модуль кси не превосходит некого т с ноликом, вот тут на отрезочке от 0 до d0 на 3 живет ровно одно собственное значение, λ от кси, а дальше, скажем, от d0 на 3 там до 2d0 на 3 спектра нет. Следующий уже где-то тут, вот тут вот спектра нет. Нам это важно. Так, давайте вспомним, что мы свели нашу задачу про аппроксимацию резольвенты к вопросу о поведении вот этой резольвенты, А плюс ε квадраты в минус первой. В силу разложения оператора А в прямой интеграл, эта задача равна сильно тому, чтобы искать аппроксимацию резольвенты для А от кси, ну, при всех кси из-за омега с волной. Чтобы доказать теорему 1, надо приближать эту резольвенту с точностью О большой от ε минус первой, с такой погрешностью. Для второй теоремы более точно, с погрешностью порядка единицы. Вот, дальше. Если мы отступим от нуля, модуль кси больше т 0, оценки тривиальные, потому что там оператор положительно определен, там все пойдет в остаток. Значит, надо брать только достаточно малый кси. Модуль кси не превосходит т 0. Обозначим через f от кси спектральный проектор нашего оператора, а от кси, отвечающий вот этому первому собственному значению, одномерный спектральный проектор, отвечающий λ от кси. Если мы домножим резольвенту на f ортогональное, f от кси ортогональное, это тоже пойдет в остаток, оценивается константой. Значит, нам достаточно изучать резольвенту от кси, умноженную на этот одномерный спектральный проектор, причем только при достаточно малых кси, когда у нас вот такая картинка спектра. И вот эта задача, она как бы, ну, более-менее стандартным, известным способом сводится к тому, чтобы понять поведение оператора А от кси, срезанного этим спектральным проектором f от кси, при кси, стремящемся к нулю. Это вот основное, что нужно здесь понять. Вот мы свели задачу, значит, к этому вопросу про оператор А от кси и f от кси. И вот здесь вот начинаются существенные отличия от того, что было для дифференциальных операторов. Для дифференциальных операторов этот проектор f от кси и оператор А от кси на f от кси были аналитическими по параметру кси. Сейчас у нас никакой такой аналитичности нет. Но у нас есть конечная гладкость. На самом деле класса c4. Из-за того, что мы предположили, что коэффициент А от кс имеет конечные первые 4 момента, можно, ну, несложно показать, что, значит, А от кси будет оператор функции гладкой, класса c4. Тогда то же самое будет верно и для проектора f от кси. Это можно вывести вот из этого представления, этого спектрального проектора, через контурный интеграл от резольвенты. Значит, имеется в виду контур, который, давайте я вот тут нарисую, вот этот вот интервальчик от 0 до 0 на 3, где живет эта наша лямбда от кси, вот он окружается контуром гамма, который отделен от остальной части спектра. Вот по нему мы тут интегрируем, да, вот эти вот формулы 7 и 8 мы используем. И тогда из того, что А от кси гладкая, мы делаем вывод, что спектральный проектор f от кси тоже гладкий, ну и оператор А от кси умноженный на f от кси тоже гладкий, по кси, по параметру кси. Так, теперь, значит, отметим, да, что f от нуля, это будет просто проектор на ядро оператора А от нуля, то есть на константы, обозначим его p, вот проектор на константы. Дальше нам надо, ну, соорудить собственный вектор, отвечающий этому первому собственному значению, так, чтобы он тоже был гладким по кси. Значит, как мы делаем? Мы применяем f от кси просто к тождественной единице, это φ от кси, будет гладким, нормируем и получаем гладкий нормированный собственный вектор. Для лямбда от кси используем вот эту формулу, что лямбда от кси – это квадратичная форма оператора от кси на этом нормированном векторе. Значит, лямбда от кси тоже гладкая. И раз у нас собственное значение гладкое по кси, собственный вектор гладкий по кси, очень хорошо, мы можем писать степенные разложения по степеням кси. Я здесь выписала, ну, вот, меньшее число членов, чем можно было бы, можно добираться до погрешности порядка кси в четвертой. Здесь я выписала для собственного вектора, вот, старший член – это тождественная единица, плюс члены первого порядка и погрешность порядка кси квадрат, и для лямбда от кси. Значит, для лямбда от кси лямбда в нуле равно нулю, это мы знаем, так что вот старший член – ноль. Дальше, члены линейной по кси, их на самом деле тоже нет, коэффициенты нули. Почему? Потому что мы знаем, что оператор неотрицателен, и значит, лямбда от кси неотрицательна, поэтому не должно здесь быть членов линейных по кси. То есть, на самом деле, разложение для лямбда от кси начинается с квадратичных членов. Так, ну вот подставляя эти, значит, степенные разложения для лямбда от кси и е от кси в эту формулу для оператора от кси, мы получаем, что этот оператор имеет вот старшую часть квадратичную по кси, какие-то тут коэффициенты, надо их искать, лямбда и ежитые. Ну и вот проектор P на константы тут появился. Погрешность порядка кси в кубе. И вот я это переписала в операторных терминах, значит, g и ежитый – это лямбда ежитая умножить на проектор P. И надо вот вычислить лямбда ежитые. Как это делается? Мы используем, собственно, уравнение, что я от кси – собственный вектор лямбда, а от кси – собственное значение, да? И условия нормировки. И вот сюда подставляем наши эти степенные разложения и получаем такой ответ. Вот это ответ, ну вот в операторных терминах, как представляется оператор же ежитый. И вот посмотрите, здесь присутствует основа от нуля в минус первое. И вы мне скажете, а от нуля необратим, у него ядро есть. Но тут стоит рядышком проектор P-ортогональный на ортогональное дополнение к ядру. Там все в порядке, там оператор обратим. И вот если вот эти формулы теперь расшифровать, то и вывалится эта эффективная матрица. То есть лямбда ежитые оказываются просто равны вот этим коэффициентам же ежитым, которые я уже писала, как они выглядят в начале, когда я описывала эффективную матрицу, вот повторяют вот эти формулы. А вот присутствие здесь вот этих А от нуля в минус первое с P-ортогональным, оно и расшифровывается, как эти самые вспомогательные задачи для выжитых. Вот они. И вот получаются формулы для эффективной матрицы. Разумеется, для того, чтобы там вторую теорему доказывать, там нужно следующие члены степенных разложений учитывать и более точно все это приближать. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...